Продолжение следует... 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 остановим. А что произойдет? Пепел очень силен и используется пришельцами в качестве оружия, чтобы контролировать людей. На какое-то время они перестали использовать пепел. Нашей жадности было достаточно, чтобы нас контролировать. До этого момента. Что изменилось? Мы не знаем, Джим. Нам известно, что когда-то давно они использовали нас как рабов и слуг. Кажется, теперь им нужно что-то большее. Ты рассказал, что во время вашего контакта ты мог телепатически с ними общаться. Да, возможно. Но я не уверен. Нам нужно, чтобы ты вошел в контакт с одним из них. Попытайся узнать, чего они сейчас хотят. Есть риски, о которых ты должен знать. Я предпочитаю более научный подход. Какие риски? Я думаю, что ты войдешь в некое измерение, в ментальную сферу, которую они используют для хранения информации. Учитывая, что твой мозг будет путешествовать, ты можешь заблудиться и никогда не вернуться назад. Или даже хуже. Я не буду тебя заставлять. Так что подумай об этом. Я думаю, что ты войдешь в некое измерение, в ментальную сферу, которую они используют для хранения информации. Мистер Янг, вам повезло, что я не буду вас сейчас задерживать в участке. Вы должны кое-что мне пообещать. Пообещайте, что я вас больше здесь никогда не увижу. В следующий раз я не буду таким сговорчивым. Вам это понятно? Я спросил, вам это понятно? Да. Да что? Да. Сэр. Отлично. А теперь уходите. Я капитан Линдон. Мы засекли сильные электромагнитные помехи в этом месте. Есть мысль, откуда они исходят? Из-за той гряды. Я покажу вам. Что у вас, парни? Пригнись! Давайте, давайте! Мы столкнулись с группой, которая развела механизмы биологического контроля. Уходите. Давайте. И помните, никому не доверяйте! Привет, Джим. Джим. Ты в порядке? Да, всё нормально. Наша команда вернулась. Извини, кто? Главное подразделение. Они работают на 53-й. У каждой базы есть номер. У нашей 53. Есть 52. Возможно, это слышала о 51-й. Правительство любит присваивать номера. Это Смит, Роджерс, Белл и капитан Линдон. Капитан Линдон. Он очень... Он похож на человека, которого я встретил в пустыне. Брат, мы об этом не говорим. Привет. Привет. Это Джим. Да, мы знаем. Слышала, ты прошёл тренировку? Он там практически всех уничтожил. Это хорошо. Но ранты — это не морские пехотинцы. Ну... Ну, не знаю, капитан. Он хорошо справился. Проверь его результаты. Мне повезло. Тебе нужно попытать удачу в схватке. Извини. Ты, Аарон, Билли против нас троих. Я отдам вам Смита. Он один из лучших. Так что будет четыре на три. Не думаю, что это хорошая идея. Ни за что. Будет весело. Можете оставить себе Смита. Я возьму Хиггинса. Пусть победят лучшие. Ты с ума сошёл? Зачем ты это сделал? Посмотрим. Нет, ты... Ну, что ж, ладно. Это удивительно. Красные кровяные клетки Джима. Они неправильной формы. Робот добавил пепел в его кровь в камере изоляции. Вот нормальные красные кровяные клетки с пеплом. И красные кровяные клетки Джима. Они отвергают пепел. Да. Это из-за их формы. Без нужных связей пепел не может циркулировать в крови так, как он хочет. Откуда у него вся его сила, способность к восстановлению, выносливость? Похоже на передовую терапию человеческих генов. У Джима есть набор генов, которые я не могу идентифицировать или сопоставить с чем-либо из того, что мы видели раньше. Думаете, это ключ к лекарству, если определить эти особенные гены? Очень надеюсь. Вы провели генетическое сканирование там, где вы жили, да? Да. А как вы узнали? У нас есть доступ ко всей информации. Найди старые образцы крови Джима и начни их сравнивать с новыми образцами. Хорошо. Джим, мы снова встретились. Что ж, как ты поживаешь? Где Джон? Хочешь зайти внутрь и увидеть? Поговорить с другим Джоном? У него все замечательно. Может быть, даже лучше, чем раньше. Где мы? Не знаю. Другое измерение. Область. Эй, Джим, я кое-что нашел. Но меня что-то сдерживает. Я не могу двигаться дальше. Что мне сделать? Тебе нужно раздобыть более полный доступ. Видишь? Это мы все контролируем. Вот так. У тебя удивительные успехи. Но я не знаю, как с ним общаться. Все на его условиях. Ты научишься. Что ты об этом думаешь? Он готовит латте? Куда он передвигается? По всему миру. Как вы нашли эти туннели? Это не я. Житель китайской деревни обнаружил пещеры Лонгью в 90-е годы. Компьютер, расскажи Джиму о пещерах Лонгью. По оценкам экспертов, тысячи рабочих пришлось бы трудиться днем и ночью в течение шести лет, чтобы убрать 900 тысяч квадратных метров твердых пород. Мы использовали корабль, чтобы совершить это путешествие. Мы занимались этим последние несколько лет. Кто создал эти туннели? Компьютер, насколько хорошо ты готовишь латте? Мне нет равных. Киньянцы — это раса пришельцев. Они высадились на Землю 500 тысяч лет назад. Они вернулись, Джим. Тот метеорит, который ты нашел, его частота увеличивается. Забудь о фильмах, где гигантские корабли приземляются в наших городах. Это настоящая война. И они используют ту же тактику, что и мы, чтобы захватить страну и поставить там правительство, которое будет служить нашей экономике. Притом изнутри. Когда я услышал о пришельцах от капитана Линдона, я хотел сбежать. Так и нужно было поступить. Я никогда не чувствовал в себе столько способностей, столько силы. Но... Большинство людей все равно бы сбежало. Когда я увидел, на что способен пепел, я понял, что они нас найдут. Что найдут Анджелу. Если мы будем защищать тех, кого мы любим, то мир сможет стать сильней. Я установлю режим состязания команд. Мы синие, вы зеленые. Карта на 100 очков. Каждый убитый рант – 1 очко. Убитый игрок – 10 очков. Джаггернаут стоит 25 очков. Джаггернаут? Да, это... Да, неважно. Хорошо. Поставим их на место. Так точно. Держитесь по центру. Хорошо. Как ты? Что не дождусь. Пять, четыре, три, два, один. Активация. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Сюда, давайте! Вперёд! За дело! Вот так! Как у нас дела? Мы их догоняем. Нужно ещё несколько очков, чтобы их догнать. Вот чёрт! Извините, команда. Ты вне игры. Джим, мы отстаём на 15 очков. Не занимайся Джаггернаутом. Он стоит 25 очков, но его будет очень трудно одолеть в одиночку. Лучше обезвредить Линдона и Белл. Чёрт! Джим, стреляй в них! Эй, здоровяк! Сюда! Отличная работа. Хорошая игра. Спасибо. Что у тебя? Уже есть очевидные находки. Будто пепел включил гены, связанные с функционированием человека. Активировал их. Какие функции? Например, это ДНК отвечает за его надпочечники. А это за работу мышечных волокон. Сила? Да. Здесь производство белых кровяных клеток, тромбоциты, иммунная система. А что насчёт печени? Это его слабость, как у остальных? Я не уверена. Печень очень сложный орган с точки зрения ДНК, из-за её способности к регенерации. Но я думаю, что да. Надеюсь, я не права. Жаль, что мы не можем проверить твою теорию. Хорошая работа, Анжела. То есть доктор. Ты ведь доктор? Уже второй год. Хорошо. То, что у тебя есть, можешь представить себе все возможности. То, что мы можем узнать. Может быть, мы сможем лечить людей. Лечить, может быть, рак. Почему это не могло случиться с кем-то более сильным? Более умным? Почему это должно было случиться с кем-то другим? Думаю, это произошло с тобой не случайно. Я даже не среднестатистический. Помнишь, как я готовилась к экзаменам по медицине? Конечно, помню. Я набрала столько баллов, потому что ты мне тогда помогал. Это не просто так. На самом деле, ты не среднестатистический. Ты просто безумна. Я знаю. Ты способен на всё. Ну, может, кроме готовки. Мы уже такое проворачивали, когда я... Хочешь посидеть с нами? Серьёзно? Мне здесь хорошо. Ладно. Но ты можешь сесть с нами, если не против. Могу. Садись. Мне нравятся новые М4. Хорошо сделаны. Лёгкие и мощные. Спасибо. Я их улучшил. Доработал. Ты хорошо показал себя на тренировке. Спасибо, но... Вы победили. Да? Я бы сказала, что это похоже на ничью. Слушай, я... Прочитала твоё досье. Ты сообщил, что когда Джон впервые заразился, ты выстрелил ему в грудь. Пепел вырвался наружу и взял тебя за руку. Каким-то образом все его воспоминания и навыки передались тебе. Что-то вроде этого. Но это не объясняет твоей смелости. О чём это ты? Я сражалась со многими мужчинами. Под давлением, когда их меньше, или у них меньше оружия, они отступают. Да, да. А ты даже не играешь в ту же игру, что другие. Я делал, что подсказывала интуиция. Не стоит ничего бояться. Главное идти к своей цели. Да. Возможно, ты пока сам не знаешь, на что ты способен. Ладно, извини. Куда это она? Мы нашли записи о твоей биологической матери. Ты будешь рад узнать, что у неё всё хорошо в Гонконге. Спасибо. Это для меня важно. Вы выяснили, кто мой отец и где он. Мы над этим работаем. Не волнуйся. Я уверен, с ним всё в порядке. Можно вас спросить? Конечно. Я потерял своих близких друзей. Доктор Йенсен потерял и сестру. Но вы... Что они сделали с вами? Что такое произошло, о чём вы не можете рассказать? Сейчас это не важно. Для меня важно. Почему? Тебе недостаточно, что ты отомстишь за своих друзей? Нет. Недостаточно. Я их люблю, но мне нужно верить, что они в лучшем месте. Если их забрал пепел, они не свободны. Откуда вы это знаете? Ты пока не готов. Я верю в то, что вы здесь делаете. Но мне просто нужно понять. Я же сказал, что ты не готов. Но, узнав тебя лучше, я понимаю, что скоро ты будешь готов. Джим, Джим, Джим. О, Джим. Джим. Те, кто за нами наблюдают, ты слышишь, что они говорят? Нет. Они говорят о тебе. В последнее время это часто происходит. Как ты можешь им доверять? Они не сделали ничего, чтобы я им не доверял. Это всё, что у тебя есть? Твоё мнение? О чём это ты говоришь? Оглянись, Джим. Ответ прямо перед тобой. Так мы никуда не продвинемся. Трудно было видеть Анжелу в таком состоянии. Я попросил Анжелу выйти за меня замуж. Сет. Я попробую его вернуть. Он скоро женится на любви всей твоей жизни. Без меня ей будет лучше. Нас ничто не остановит. Ты рассказал Анжеле, почему ты ушёл? Что ты не можешь быть отцом? Ты трус, Джим. Продолжение следует... Кто? Субтитры создавал DimaTorzok Подключаем к розетке, и появляется синяя энергия. Почему Ранта использует оранжевую энергию? Оранжевая энергия — это отфильтрованная, менее сильная, чем синяя, чтобы не нанести увечий. Если бы они использовали синюю энергию, было бы гораздо больнее, поверь мне. Ты инженер, верно? Все энергии одинаковы? Нет, 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 нет. Есть световая энергия, тепловая, гравитационная, механическая, электрическая, звуковая, химическая, атомная и так далее. Но вопрос не в этом. Хочешь вопрос на миллиард долларов? Не знаю. У меня было плохо с физикой. Разве не у всех азиатов хорошо с физикой? Это и есть тот вопрос? Нет, я пошутил. Настоящий вопрос не в том, все ли энергии одинаковы, а в том, что эти новые энергии, которые мы раньше не обрушили... Можешь перестать задавать мне вопросы? Хорошо. Эта энергия, судя по всему, не возникает из какого-либо традиционного источника. Ее нет в учебниках. Эйнштейн говорил, что энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Но она должна была откуда-то взяться. Откуда берется энергия в этом здании? Я никогда не проверял, но источник должен быть близко, верно? Я проверила все камеры, нигде не видно генераторные комнаты. Это невозможно. Генератор для такого здания должен быть огромным. Здесь везде камеры наблюдения. Если бы источник был здесь, мы бы его увидели. Проверь диск службы безопасности. Линии электропередач ведут куда-то? Хорошо, проверяю. Ничего. Ничего, что мы можем увидеть. Их ведь не было в списке, правильно? Постойте. Что? Секунду. Линии электропередач, кажется, ведут в комнату. Где она? На стрельбище. Не может быть. Да. Она права. Как нам туда попасть? Технически она рядом с выходом, но... Она заблокирована. Отгорожена. Согласно схеме стрельбища, эти барьеры отодвинутся, если мы пройдем восьмой уровень. Но никто не проходил восьмой уровень. Капитан и его команда были близки. Да, ключевое слово, близки. Ни за что. Капитан, послушай их. Допустим, мы попадем на башню, достанем карту, передадим коды и обезвредим бомбу. Ты знаешь, какой уровень боли на восьмом уровне? Я понимаю, что если... Нет, ты не понимаешь. На восьмом уровне включается жесткий режим. Это значит, что то, что наносит повреждения, взрывчатка или оружие, может убить. Поэтому мы никогда не тренируемся на восьмом уровне. Капитан, он прав. Мы никогда не задумывались, как тут все работает. Сомневаться в приказах — это не наша работа. Это не работа, капитан! Я в этом не участвую. И если ты поможешь этим ребятам, ты больше не часть моей команды. Капитан! Возможно, тебе лучше переждать это в стороне. О чем ты говоришь? Я в деле. Извини. Капитан! Капитан! Он нас всех погубит, Белл! Ты этого не знаешь. Помнишь, что было, когда мы попытались в прошлый раз? Да. Он не первый, и он не будет последним. Мы должны дать ему шанс. Я не собираюсь терять еще одного человека. Терять человека? Никто не умрет! Откуда ты знаешь? Потому что он... Не позволяй своим чувствам к нему встать на пути. Чувствам? Да. Кто вообще говорил про чувства? Ты ревнуешь? Нет. Расставим точки над «и». Мы все здесь для этого. Понятно? Мы пробовали раньше, но теперь у нас есть реальный шанс узнать ответы. Этого не будет, Белл. Хорошо, ребята. Восьмой уровень загружается. Включен жесткий режим. Внимание! Повреждения в игре могут быть смертельными. Вот так? Да. Да. Так ты все-таки ревновал? После этого ты все равно не будешь в команде. Ладно. Мы будем в режиме «Стелс» на первой стадии и захватим холм-дапкарта. Джейм, ты со мной. Бытрое справа. Четыре. Три. Так точно. Один. Игра начинается. Активация. Ты главный. Белл и Аарон, идите в комнату с кодами. Мы с Джимом обезвредим бомбу. Вперед. Ты тренировался? Немного. Отлично идете, ребята! Мы внутри. Так, ребята, поторопитесь с раскодированием модулей, чтобы обезвредить бомбу. У вас пять минут. Аарон, коды готовы? Да, готовы. Сигма. Четыре. Бета. Восемь. Ани, близко. Почти готово. Что случилось? Ты назвал неправильный символ? Ты уверен, что это была бета? Я же говорил, что у меня плохо с математикой. Ты сказал с физикой. То же самое. Поторопитесь, ребята, давайте! Хорошо. Давай перережем провода. Это наш единственный шанс. А-1. Да. Осталась минута! Быстрее! Идет новая партия. Займемся этим. Д-2 к Б-3. Д-2 и Б-3. Ни одного нет в списке. В прошлый раз случилось то же самое. В Белл попали! Это нельзя выиграть. Отмена миссии. Билли, Аурон, уходите оттуда. Пошли, Джин. Я иду. Они не справятся. Шансы 50 на 50. Где Джим? Что ты делаешь? Шансы 50 на 50. Джим, уходи оттуда! Ой, что случилось, худой Джим? Не заметил мою ногу? Я не понял, были у тебя глаза открыты или нет. О боже, в течение трех секунд ты из себя что-то представлял. Извини, но меня не устраивают эти оценки, приятель. Думаю, он должен их съесть. Это отличная мысль. Нужно заставить его. Каждую двойку. Почему ты все еще лежишь, парень? Я думал, у тебя врожденные механизмы самозащиты. Думаешь, кому-то ты на самом деле не безразличен? Ты здесь только для того, чтобы заполнить пустоту для твоих бесплодных мамочки и папочки. Очень хорошо, Джим. Я думал, что умер. Бомба должна была лишить тебя сознания. Так я ее и задумал. Извини. Ставки должны были быть высокими. А команда? Они в порядке. Я с ними уже поговорил. Я не думал, что кто-нибудь сможет пройти восьмой уровень. Они добрались до генератора? Я думал, что, как и остальные, ты лишь хотел отомстить за своих друзей. После того, как умер мой сын, он был морским пехотинцем. Он ненавидел все, что я олицетворял. Я никогда не рассказывал ему о своих делах. Он и так все знал. Кенеанцы попросили меня пригласить его в один из моих домов для отдыха. Он не хотел меня видеть, но я умолял его приехать. Я думал, они просто напугают его. Но они использовали красный пепел и заставили его рассказать все, что он знал. Имена агентов под прикрытием, миссии для правительства, все. А потом они убили его. Сказали, что он слишком опасен, чтобы оставлять его жить. Я и сам был поглощен местью. Но после долгого духовного путешествия я это преодолел. И когда я это сделал, я понял. Пепел соединяется с душой человека. Вот откуда он получает энергию. Душа человека – это жизненная сила, способная возобновляться, расширяться или сужаться. Это самая мощная энергия, известная нам. Она может обеспечивать это здание. Всего 10 секунд моей жизненной энергии или маны достаточно, чтобы питать это здание целый день. Так вы можете питать это здание собой? Ты когда-нибудь слышал выражение «пепел к пеплу, прах к праху»? Вот скажи, Джим, как по-твоему население может продолжать расти? Когда кто-то умирает, они должны вернуться к источнику маны. Это здание построено именно на таком небольшом источнике. Ты не поглощен местью. Тобой двигает предназначение помочь другим. Я никто. Нет, ты гораздо больше, чем это. И я помогу тебе раскрыть твой полный потенциал. Помести туда руку. Она там, Джим. Тренируясь со мной, ты научишься. Дыши. Чтобы быть самоотверженным, нужно доверять другим. Так это место снабжает энергией небольшая машина? Вовсе нет. Удар! Удар! Давай сильнее! Еще раз! Но сначала... Вот так. Отлично. Белл. Теперь ты. Выбирай партнера. Я выбираю Джима. Что? Не бью девушек. Девушек? Ты должен верить себе. А что, если это не любая девушка? Ну, ладно. Что, если это твоя девушка? Давай. Раз, два. Хуже. Аперкот. Вот так. Еще раз левой. Быть самоотрешенным значит отказаться от себя. Поворачиваешься и бьешь. Нога должна быть параллельно земле. Главное, следи за балансом. От всего сердца. Бум. Молодец. У тебя получается. Да. Что вы думаете? Он лучшее, на что мы могли надеяться. Он целеустремлен, энергичен. Я боюсь, этого недостаточно. Если он такой же, как ты? Нужно дальше его тестировать. Доводить его до грани. Я понимаю. Но если мы будем знать больше, это сильно повлияет на проект Альфа. Эта медитация не сработает. Дайте мне больше ресурсов, чтобы я могла проводить генетический анализ. Нельзя, чтобы этим занимались только я и новый доктор. Это место разваливается. Думаешь, так просто финансировать эту операцию? Есть силы, которые замораживают мои банковские счета. Мне приходится переводить свои финансы в офшор, чтобы их не обнаружили. Когда тебе в последний раз приходилось задумываться о финансировании? Думаешь, это просто происходит? Большинство людей воспринимают это как само собой разумеющееся. Но это процесс. И мы должны оставаться незамеченными. Да, сэр. Просто не могу поверить, что ты смог доставить это сюда. Как? Да. Ты удивительный. Парень точно получил большие чавы. Хорошо. 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 Он любил тебя. Я бы хотел, чтобы он не приезжал ко мне. Это была моя вина. Я столько о тебе говорила. Он практически спланировал всю поездку. Почему ты ушел, Джин? Это из-за моей работы? Я знаю, что могу быть слишком поглощенной работой. Нет. Нет, нет, нет. Мне это в тебе нравится. Когда ты приходила с работы в больнице, где помогала природа. Благодаря этому я хотел быть хорошим человеком. Ты хороший человек. Нет, нет. Я могу сделать больно. Ты не сделал бы мне больно. Я не могу быть отцом, Эндж. И? И? Ты любишь детей. Мы можем усыновить. И что? Знаешь, каково мне было расти? Откуда? Ты никогда мне об этом не рассказывал. Тебе не нужно знать. Почему ты всегда меня защищаешь? Потому что никто не защищал меня, когда я рос. Мои приемные родители, в тот день, когда им пришлось внести за меня залог в тюрьме, они сдались. Знаешь, каково это? Когда тебя покидают дважды. Иди ко мне. Ты не можешь сказать мне ничего, что заставило бы меня тебя покинуть. Понимаешь? Джим, как Анжела? Она в порядке. Она твоя слабость, Джим. Почему это? Потому что ты о ней переживаешь. А как же ты? Ты о ком-нибудь переживаешь? О своей жене? О своем сыне? Нет. Уверен? Как его звали? Нет. Как насчет твоего сына, Джо? Нет. Сейчас же заткнись. Как насчет него? Заткнись! Заткнись! Как же твой сын? Нет. Как насчет твоего сына? Джим, ты должен найти меня. Хорошо? Джон. Джон. Нет. Это же безумно и опасно. Мы можем подождать пару дней. Проведем еще тесты. Посмотрим, какие у нас еще есть варианты. Я не уверен, что Джон продержится. Нужно продолжать. Алластер, мы не знаем, что с другой стороны. Он может умереть. Джим, это того не стоит. Алластер. Что тебе нужно? Быть самоотверженным, это значит верить себе. Он готов. Удачи. Извините, я это не заказывал. Это за счет заведения. Кажется, вам это нужно. Спасибо. Мы из одной школы. Да. Мы из одного класса. Класс мистера Дженкинса. Я всегда сижу сзади. Ты всегда сидишь впереди. Иначе ты бы, наверное, узнала меня. Нет, я узнала тебя. Ты здесь работаешь? А, ну да, конечно, работаешь. Я коплю деньги, чтобы пойти в колледж, а потом в медицинскую школу. Зачем? Я имею в виду, сегодня лучше работать на Уолл-стрит, чтобы получать много денег. Да, доктора много не зарабатывают, но нельзя назначить цену за то, что ты помогаешь матери и отцу принести ребенка в этот мир. Я не знаю, что значит иметь мать и отца. Мне жаль. А откуда ты знаешь, что хочешь стать доктором? Я только что тебе сказала. Но как начать это делать? Я работаю няней. Сижу с маленькими детьми. Правда? Правда. И чему это учат? Да всему. Они такие беззащитные. Все, что они хотят, это твоя любовь. Они ничего больше не знают. Им еще предстоит узнать о роскошных машинах, больших домах. Ничто из этого не сделает тебя счастливым. Заботиться о ребенке – это дар. Для этого нужно быть самоотверженной. Нельзя ни на минуту перестать заботиться о нем. Теперь ты хочешь стать доктором? Нет. Но спасибо. Возможно, однажды я найду себе занятие. Как ты? Найдешь. Нужно быть самоотверженной. Возможно, однажды я найду себе занятие. Как ты. Я тебя ждал. Где мы сейчас? Не знаю. Моя душа, мой разум. Немного и того, и другого. Я не уверен. Я приводил сюда своего сына. Здесь красиво. Ты теперь в моем доме. Я бы не начал показы гаража. Что мы будем делать теперь? Не знаю. Но я точно знаю, что быть самоотверженным значит доверять другим. так что доверяй Алластеру. Эй, Джим! Передай моему сыну, что я люблю его. 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 Что ты нашел? Извини меня, Джим. Убьет ли тебя это? Главная цель – защитить людей. Главная цель – уничтожить людей. Субтитры создавал DimaTorzok Сид? Отправь меня назад. Куда? Что ещё ты видел? Мана. Они хотят заполучить всю Ману Земли. Вот, возьми это. Это принадлежало ему. Он был великим воином и великим человеком, как и ты. Мы выберемся отсюда. Нет. Уже слишком поздно. Так много. Спасибо. Ранте. Они против нас. Она перепрограммировала их, чтобы они убивали людей. Я только что был у главного выхода. Он заблокирован. Нужно идти к кораблю Алластера. Где Анджела? Она заперта в лаборатории. Мне нужно её освободить. Нет, у нас нет времени. Уходите без меня, если я не успею. Ты успеешь. Мы тебя дождёмся. Пошли. Алистер мёртв. Так, отличная работа. Моя сестра. Она здесь. Где она? Пойдём. Я покажу тебе. Нет, 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 нет! А-а-а! 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 Теперь… ты знаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все чисто! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Анжела? Джим? Анжела! Джим! Ты в порядке? Все хорошо. Кто теперь все контролирует, Джим? Ты просто жалок. Я любила тебя слишком сильно. Это сделало меня слабой. Теперь я сильнее и лучше. Анжела! Анжела! КОНЕЦЕЛА КОНЕЦЕЛА КОНЕЦЛА КОНЕЦЛА Анжела, что ты делаешь? Нет, Джим. Уходи. Уходи. Люблю тебя. Пожалуйста. Не делай этого. Мы все контролируем, Джим. Нет. Не работает! Я попробую. Справа! Не получается! Уходи. Джим, где ты находишься? Мы в западне. Джим, где ты? Давай, давай, давай! Мы здесь долго не продержимся! Нас здесь зажмут! Так, да. Пока я плече. Вот. Я не слегка. Я не знаю. Я напương. Нам Zelda. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...